лепка пельменей так тесто полежало в холодильнике около часа должно было пропитаться и вот сейчас начинаем экспериментальную лепку пельменей посмотрим что получится лепим колбасятину у меня батарейка скоро кончится поэтому я заранее посыпал то есть что можно было сделать заранее так вот пельмень похож на пельмень и сейчас раскатаем так надо было шариком видимо пельмени будут гигантские есть несколько способов лепки пельменей на один из них это 4 прилепляется то один из них значит раскатать большую такую до штуку и потом рюмочкой нарезать кружочков и потом лепить я так подумал не раскатается у меня нифига пусть лучше они будут страшные но зато зато так ложка нужно они будут какие они будут фиг знает какие они будут сейчас узнаем оп 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 ну давай залепятся вроде залепились пусть они будут страшные и большие да ну текс залепились или нет интересно ведь это же можно будет узнать только когда они уже как бы окончательно всплывут или они там развалятся в воде кажется мне что вот этот не залепился надо нам поменьше класть не залепился о ну чё это такое так стоп давай мы их попробуем по чебуречному залепить вот так кладем и вот так вот они ничего не уходит не залепляются не залепляются текс и что делать так попытка номер два попытка номер два опять такая тубы нужно 1 и убрали раскатываем говорят что вот эта вот штука пельменная должна быть толщиной 4 5 миллиметров мне что-то какие-то сомнения есть что такие толстые так не так это просто оказалось как мне думалось так какой-то он урод получился там мало теста ну и что делать вот так что-то мне это не нравится а вы месяц а ну чтобы это тесто не терять неизвестно давай еще раз попробуем раскатываем от середины краешку стараясь чтобы был кругленький нет все таки вот с недрожжевым тестом не так просто работать то дрожжевое она более податливая так в прошлый раз наложили много теперь кладем поменьше текс ну давай давай это чтоб края не намочите так аккуратно стараюсь получилось кажется получилось отлично просто прекрасно замечательный такой пельмень так какие еще бывают рекомендации лучших лепщиков пельменей из тех что я слышал в руке держать в руке так или пить в руке так а этот какой-то дефективный поджарить его что ли нельзя сказать чтоб идеально все это было красиво и четко нет не идеально так вот как-то так они делают еще раз профессионалы профессионалы имеют раз так на руку и оп нет что-то мне этот способ не очень не очень я надеюсь что он залепится но он мне не очень нравится ну залепились на и вот так вот еще можно их этими шпунтиками такими есть смысл интересно или нет но для красоты если только на может и этот так залепить оба и сразу видно где дырочка и сразу же появляется дырочка а этот не появился потому что мы туда видимо меньше положили следующий пельмень попробуем учесть в нем все что мы натворили перед этим видите каждый следующий получается уже чуть-чуть лучше вот они идут как этот страшный совсем следующий уже получше и следующий уже даже не протек текс но я чувствую про ковыряюсь с ними долго благо завтра воскресенье торопиться некуда так ну чё попробуем вот из такой вот сделай да из продолговатые может быть лучше выйдет раз уши и правда похоже лучше залепиться сейчас страшон на редкость конечно страшон на редкость но зато не протечет ну что вот так его залепить или так оставить но оставим так нет давай залепим таким вот ушком опять свинячим и вот так вот чтобы никто не догадался что это за пельмень такой был все скажут ох какой красивый пельмень так опять отрезаем кусочек и опять его раскатываем слушай тоже такой приличный прямо получился на не то что не то что перед этим ну вот флешка вырубится точнее батарейка вырубится я не успею вам сказать пока на я поставлю на зарядку и в это время долеплю остальные пельмени так и потом покажу вам их да но я не только их долеплю я еще и сварил и попробую как они получаются ничего или так себе вот тоже вам все это расскажу а замораживать я буду сейчас выносить прямо вот как бы вот прям вот это вот сейчас долеплю вот эти два пельменя два пельменя долеплю и вынесу чтобы они сразу же замерзали они не размачивали мне тесто здесь на дощечку посыплю муки чтобы не прилипали и вынесу так давай думал что это не ко мне а может и ко мне секундочку подождите сейчас вернусь к вам продолжаем вот этот пельмень залепили тоже ему раз так ушки и приделали теперь вот этот лепим это какой-то маленький будет такой детский пельмешек мелких детей не ожидается на эти пельмени ну посмотрим что будет как он сколько туда вместится фарша оп 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 ну давай 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 нет не получится не получится слишком много надо отложить но вот боюсь что мокрые концы не залепиться сейчас не залепиться ну нет 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 ничего не получается так это тоже брак ну ладно эти сейчас наношу 4 штуки и так или при вас ладно при вас подождите пока батарейка еще есть еще несколько штучек слепим несколько штучек не прилипает они тут маленькие тоже получается что не годятся видимо какое-то особое искусство нужно чтобы облепить маленькие пельмешки ну что то какие то они у меня не хотят раскатываться и какие то не круглые ну что вот так более-менее вот здесь тонковато ну ладно пробуем то я их закончу в 3 часа ночи лепить если так дело пойдет дальше непромышленный у меня способ непромышленный но все равно будет вкусно потому что фарш прекрасный тесто хорошее ну что не все они разлепляются не все если только когда явно переборщишь тогда они разлепляются а так более-менее еще бы научиться раскатывать чтобы они были круглые так ну что получается если катать то от серединки то он более-менее круглый выходит кругляшочек ты этот так и опять сюда фарша ну давай-давай-давай-давай ну и как тебя завернуть оп получилось чтобы не вытекать самое главное не вытекает прекрасно так ну чего будем считать что с каждым разом все лучше или попробуем еще зверский способ один раскатать большую такую штуку да и из нее нарезать давай попробуем сейчас наверно так и сделаем что вот эти что-то нельзя сказать чтоб было очень удобно какой-то непоточный метод фарша у меня столько что ого-го наверно можно 200 лет будет есть эти пельмени так началось опять брак не залепится может залепится попробую вот так по чебуречному нет 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 не получается опять не получается или залепилась кажется залепилась все-таки вот так вот еще на хлопушку нет 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 не выходит не выходит фарш обратно хочу делать с этими их поджарю в духовке и съем так это туда учиться сюда то есть как только фарша кладешь чуть больше чем может принять это тесто так сразу же не залепляется и что делать чего делать но только вот так вот делать раз ну давай еще 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 получится побольше засунуть или нет так 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 Ну, почему так? Почему? Потому что я бестолковый? Или потому что какая-то технологическая ошибка? Нет, вроде бы держится все-таки. Пусть будет здесь. Так, теперь пробуем хитрый способ. Так, ну, во-первых, эти кладу на башечку. Так-с. И они сейчас поедут на балкон для начала хладрыга, потому что на балконе будет нормально. А вот из этой попробую налепить, попробую налепить сразу побольше пленения. Сейчас раскатаю. Какую? Лепеху. Так. Вот круглешочек. И его раскатываем. Может быть, так будет аккуратнее. Какое упругое тесто-то. Хорошее получилось. Удастся мне его раскатать, интересно, или нет? Что-то... Какое-то ощущение, что, может быть... Нет, удастся, удастся, конечно. Куда оно денется? Куда оно от нас денется? Ну, вот, говорят, 4-5 миллиметров. Вот 4-5. Ну, куда такие толстые пельмени были бы? Нет, это не годится. Нужно тоньше делать. Ну, видишь, сколько можно-то? Все в середину скатывается и скатывается. Не получается его сделать совсем тонким-то. Если только вот так вот, на эту прям наворачивать. Как для лапши. Ну-ка. А если правда? Да, непростая эта работа оказалась. Пельмени-то. Особенно, когда их много. Вот оно, в общем. Загвоздка-то, видимо. Загвоздка, видимо, в объеме. Потому что... Я представляю, сколько мне часов придется вот это тесто делать. Вот, если так дальше дело пойдет, и я ничего не придумаю умного, то делать мне придется это часов 10. То есть, к утру я, может быть, доделаю. Оно не факт. Потому что мне это надоест, конечно. Так, ладно. Смотрим. Раз. Вырезали. Ну и что это за пельмень? Что это за пельмень? Такой. Явно какой-то рахитичный пельмень. Я его...